Добрый вечер! Основные события дня и экспертные оценки в ближайшем часе. В России вступает в силу так называемый антитабачный закон. Порог явки на выборах может быть восстановлен. Каким будет налог на роскошь? И Минфин предлагает россиянам самим сообщать о своем имуществе, платить налоги и нести ответственность, если ошибутся. Чтобы обсудить эту тему, у нас есть около часа. Начнем по порядку. Итак, завтра в России вступает в силу антитабачный закон. Законодательный акт запрещает с 1 июня этого года курить в образовательных учреждениях, в организациях здравоохранения, культуры и спорта, в помещениях органов власти, а также на остановках общественного транспорта внутри зданий вокзалов и аэропортов. В офисах курения допускается только в специально оборудованных помещениях. Производителям сигарет с 1 июня будет запрещено рекламировать свою продукцию и заниматься спонсорством. Этот закон уже вызвал очень широкое общественное обсуждение, огромный общественный резонанс как и со стороны сторонников в введении этих жестких норм, так и противников. Это мы не раз уже обсуждали в нашем эфире, а сегодня хотелось бы поговорить о тех экономических последствиях и юридических, которые наступят с введением новых норм закона в жизнь. У нас на связи экономист Никита Кричевский. Никита, здравствуйте. Здравствуйте, господа. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какие экономические последствия будут для малого бизнеса в связи с ограничениями, которые вводятся в том числе и на продажу сигарет? Вы знаете, меня несколько коровят самообстановку вопроса, какие последствия будут для малого бизнеса, потому что, конечно, для малого бизнеса последствия будут серьезные, они будут ощутимо влиять на уменьшение выручки, потому что по разному оценку до 40% всей ларишной торговли ныне приходится на продажу сигарет. Но давайте-ка мы с вами отвлечемся от экономических категорий, от того, что кто-то получит прибыли, сверхприбыли, какую-то часть это положит себе в карман. Давайте поговорим о социальных аспектах табакокурения, о том, что курение является действительно причиной сердечно-сосудистых раковых заболеваний. И многочисленные ролики западных знаменитостей за некоторое время до их смерти являются лучшим зримым подтверждением того, что с курением нужно... Я с вами согласен, но у нас 44 миллиона курильщиков. Если сейчас вот вводятся такие ограничения, а Минфин, насколько я понимаю, еще и планирует здорово задрать цены на сигареты в течение 5 лет до 9 евро, нам пообещал министр Силуанов, то есть 360 рублей. Вот это к табачным бунтам не приведет, на ваш взгляд? К табачным бунтам это, конечно же, не приведет ни те времена, это лет 25 назад можно было говорить о табачных бунтах. Что касается господина Силуанова и позиции правительства, то она, конечно же, контрпродуктивна по одной простой причине. Господа пытаются довести акцизм и сигареты по европейскому уровню, постоянно ссылаются на Европу, говоря, что вот в Европе, видите, как вот так. Им логично оппонируют, причем оппонируют не только независимые эксперты, но вчера на заседании правительства им оппонировал господин Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов России. Он говорил о том, что ну хорошо, если вы доводите акции до европейского уровня, доведите зарплату, среднюю зарплату. Абсолютно логично. МОД стоит на стоящую время 3500 евро. Абсолютно логично. Плюс к этому, на мой взгляд, резко вырастет контрабанда сигарет. Да, да, да. Те, кто постарше из наших слушателей, помнят ту вакханалию, которая творилась на киевском рынке в столице, когда рядом с вокзалом был огромный рынок контрабанды, и можно было купить абсолютно любые сигареты, но чуть не в половину розничной цены в легальных торговых точках. Ну а кроме контрабанды, соответственно, будут потери бюджетные? Кроме контрабанды будут еще и подделки. И подделки. И, кстати, что хуже для здоровья курильщиков? И то, и другое. И третье. Плохо. И курение легальных сертифицированных сигарет, и контрабандные подделки – все это плохо. И, может быть, тут нужно ставить акцент, если говорить об экономической составляющей, не на увеличение, например, акцизов или на потерях многострадального малого бизнеса. В конце концов, малый бизнес живет в обществе, и основа предпринимательства – это сочетание личной выгоды с общественной пульсой. Вот не личная выгода и все, а еще, чтобы общественная пульса была. Но вот оппоненты этого закона… Удовлетворять, потребить. Да, понятно. Если же, извините, закончу, если же мы оговорим исключительно о личной выгоде, так идите наркотиками, какие проблемы. Но вот оппоненты как раз и говорят о том, что борьба идет не с курением, а с курильщиками. Борьба идет за здоровый образ жизни, борьба идет за уменьшение негативных, в том числе, экономических последствий от преждевременных смертей и от дополнительных расходов нашего, без того находящегося в ужасающем состоянии здравоохранения, от болезней, связанных с табакокурением только и всего. А то, что она ведется, как всегда, в России через пень-колоду, и правительство здесь уже наломало немало дров, так это очевидно для всех факторов. Ну, ладно. Опять же, давайте-ка отмотаем пленку на несколько лет назад, ну, скажем, лет на 10 назад, когда только-только начинались водительства ограничения на употребление и распространение табака. Какие-то ощутимые социальные, простите, экономические последствия мы на себе почувствовали? Чувствовали? Нет. Никаких социальных и экономических последствий ощутимых для нас, для всех не будет и на этом. Ну, дай ты бог. Спасибо. С нами был Никита Кричевский, экономист. К нам присоединяется Игорь Симонов, адвокат Московской коллегии адвокатов, князев и партнеры. Игорь Борисович, добрый вечер. Добрый. Вот в связи с этим антитабачным законом масса вопросов возникает по его проведению в жизни. Московские власти уже сказали, что штрафовать не будут, потому что якобы в кодексе об административных правонарушениях таких статей нет. И пока их ведут... Когда их ведут, непонятно. Тогда что получается? Что федеральный закон пшик? Все, вопрос? Это уже вопрос? Да, да, это уже вопрос. Нет, ну вы знаете, федеральный закон, это федеральный закон, он пшиком быть не может. И, конечно, в идеальной ситуации федеральный закон должен быть настолько гармоничным, там, своевременным, актуальным актом, чтобы он исполнялся независимо от наказания. Ну, понятно, что и общество должно быть соответствующее. Поэтому федеральный закон есть, ответственности действительно пока нет, но вот такой шаг, декларация о том, что этого делать нельзя, можно назвать его подготовительным, да, или, скажем, такой шанс общества для того, чтобы принять эту ситуацию, адаптироваться и действительно заявлено о том, что к ответственности привлекаться никто не будет, потому что, в общем-то, ее и не установлено, это ответственности. Я, честно говоря, вот так думал над этой ситуацией. То есть завтра можно спокойно курить около метро и никто меня не оштрафует? Ну, спокойно нет, я бы рекомендовал курить, не нарушать федеральный закон, во-первых, ознакомиться с ним и не успокаивать себя тем, что за это не установлена ответственность. Все-таки вот нужно, наверное, стремиться к тому, чтобы исполнялись законы не в силу того, что за них есть наказание, а в силу того, что они правильные. Ну, это в идеале. В идеале, конечно. Поэтому, если говорить формально, то ответственности на данный момент нет, завтра ее не будет и правильно говорят о том, что привлекать пока не будет, но, наверное, может быть, это связано, я, по крайней мере, надеюсь, с неким таким все-таки запретом на социально распространенное явление. Да, это не так просто, наверное, да? Это как мы боролись с алкоголем, запретительным. Да, 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 да. Поэтому только запретительными мерами это сделать сложно. Конечно, и пропаганда должна быть. Ну, вот, может быть, такая особенность сейчас вводится сам закон, а ответственности пока нет. Хотя надо напомнить, что ответственность установлена за курение на транспорте, там, да, в железнодорожных вагонах. Да, это понятно. Игорь Борисович, вот представим себе простую бытовую ситуацию. Вот стоит человек и курит около метро. А как его можно оштрафовать? Ну, вы имеете в виду тогда, когда будет ответственность. Ну, вот он взял, сделал два шага в сторону, да, там, 15 метров, по-моему. Теперь он стоит в 16 метрах. То есть вот он сделал два шага, 14 и 16. И пойди докажи, что он курил в неположенном месте. Ну, вы имеете в виду тогда, когда будет ответственность, да? Да, конечно, конечно. Ну, пока можно говорить о том, что вы нарушаете федеральный закон, да, а привлекать пока можно не привлекать. Ну, в общем-то, и основания для этого нет. Но, тем не менее, закон, который принимается, он должен быть понятен для исполнения. Иначе получится так, что зачем вы принимаете такие акты, которые заведомо не выполняются. Да, это некая провокация такая, некая... Ну, так ровно то же самое произошло с законом, который запрещает распивать пиво и другие напитки, алкоголь, содержащие на транспорте. Все так, все происходит. Ну, согласен с вами, что необходимым вот фактором, необходимым условием для того, чтобы закон соблюдался на сегодняшний день, к сожалению, наверное, является то, что это деяние наказуемо, да, не исполнение его наказуемо. И поэтому, конечно, рассчитывать, что с завтрашнего дня будет исполнение закона в силу того, что за него установлена ответственность, если была бы установлена, да, конечно, не приходится. Но, тем не менее, говорить об этом надо, и то, что есть уже декларация, позиция, будем говорить так, народа в лице Государственной Думы, то, что принята норма, которая направлена на обеспечение некой вот социальной или там санитарно-эпидемиологического благополучия населения, для того, чтобы дети, в конце концов, не учились. Ну, надо к этому приучать. Хорошо, Игорь Борисович, а вот интересно такой вопрос. Как полицейские друг друга штрафовать будут? Ну, тут, опять же, да, тогда мы можем также спросить, а как они штрафуют друг друга, когда едут за рулем, там, нарушают правила дорожного движения, да. Ну, примерно так же некий корпоративный дух будет работать. Я думаю, что начинать надо-то как раз не с полицейских, да, хотя бы с тех, кого можно привлечь, а полицейских-то это уже, знаете, как второй, третий или, может быть, четвертый этап. Давайте попробуем хотя бы с курильщиками, которые не находятся на службе справиться. Поэтому сейчас, насколько я знаю, чтение идет, второе, по-моему, обсуждается вопрос. И, конечно, ответственность будет установлена, потому что иначе закон у нас работать не будет. Просто не будет работать. Да, как известно, строгость наших законов зачастую компенсирует их неисполнение. Спасибо. С нами был Игорь Симонов, адвокат Московской коллегии адвокатов, князев и партнеры. И мы ненадолго прерываемся. Депутат Государственной Думы от ЛДПР, заместитель председателя Комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству, Сергей Иванов внес поправки в избирательное законодательство, возвращающие порог явки избирателей на выборах, который, как считает депутат, сможет повысить легитимность выборов. По его мнению, порог нужно установить на уровне 50%, так как во всех органах власти решения принимаются большинством голосов. Об этих поправках мы, собственно, и поговорим сейчас с автором этих поправок, Сергеем Владимировичем Ивановым. Сергей Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. Почему 50%? Ну, как вы только что сказали, решения принимаются у нас во всех парламентах, от Госдумы до Сельского совета, большинством голосов, от числа избранных депутатов, то есть от половины. Мы же не можем мириться с той ситуацией, когда на выборы пришло 15%, они избирают парламент, который потом принимает решения обязательных для 100% избирателей. Понятно, но ведь виноваты-то в этом не депутаты, которых избрали, а люди, которые не пришли. Совершенно верно, но извините, давайте тогда так вести избирательную кампанию, чтобы пришли люди, во-первых. Во-вторых, люди должны понимать, что если они не пришли и проголосовали таким образом против всех, то останутся те депутаты, которые им не нравятся. Или они вообще останутся без законодательной власти. Так вот у нас сейчас так и есть. Потому что у нас на выборы ходит порядка 36-40%. А вот общего списочного состава избирателей. У нас постоянно будут перевыборы, во что это обойдется? Понятно вопрос. Ну, вы знаете, да, с одной стороны может такая ситуация сложиться. Ну, что касается Госдумы, то вряд ли, поскольку не было еще ни одних выборов, которые проходили с явкой меньше 50%. А что касается местных выборов, то я думаю, что люди должны все-таки принимать участие в управлении делами государства. А то приходят на прием начинать жаловаться, а когда спросишь, ходили на выборы, говорят, не ходил. Вот и думай. Ну вот о том, Илья Иванович, просто избирательная активность очень сильно упала. Вот поэтому меня смущает 50%. Да не надо смущаться, еще раз говорю. Если правильно построить избирательную кампанию, если людям объяснить, что от них наконец-то что-то зависит, вот они что-то спрашивают, почему не ходишь на выборы? От меня ничего не зависит. За меня все и так решат, все посчитают и так далее. Теперь они будут знать, что от вас будет зависеть. То есть ваш неприход на выборы в том числе косвенно может коснуться и вашего кошелька. А как вы полагаете, почему вообще люди у нас перестают ходить на выборы? Ну как написано, что есть такое недоверие. Потому что они не видят толку. Ну что может сделать сейчас парламент? Абсолютно ничего. То есть у нас исполнительная власть полностью доминирует над властью законодательной и над властью судебной. И судей назначают, и используя административный ресурс, формируют большинство в законодательных собраниях. И поэтому требовать что-то от депутата абсолютно бессмысленно. Большинство подчиняемое Соединенной России, то есть контролируемое, оно не пойдет против чиновников, которые ставят та же самая власть. Отсюда какой смысл ходить на выборы, люди считают. Но эту ситуацию надо ломать. А вам не кажется, что в принципе у нас интерес к политике сильно-сильно упал? Совсем не то, что было в начале 90-х. Совершенно верно. Но тогда люди думали, что действительно законодательная власть имеет вес. И вот этот кризис, который случился в 93-м году, когда противостояние было между исполнительной властью, президентской, ельцинской, и законодательной властью, это и было следствием того, что власти были примерно одинаковы по влиянию. Но вот с того момента, как исполнительная власть подчинила себе законодательную, все, люди поняли, что действительно особого смысла нет. Но еще так быть не должно. То есть люди должны понимать, что от их выбора зависит, как будет работать законодательная власть. Если будет 50%, а не 17%, не 15%, не 20%, как сейчас зачастую бывает, то это уже будет зачастую говорить о том, что качественный состав парламента сильно поменяется. И фальсифицировать такое количество пришедших на выборы будет очень сложно для власти. — Скажите, вот осенью у нас будет единый день для голосования. Вы что, чего ожидаете от этого? — Абсолютно ничего. Все будет то же самое, как с губернаторскими выборами, так и с выборами. — То есть, несмотря на все изменения в выборное законодательство, больших надежд вы не испытываете? — Ну вот у нас недавно в Курске проходили до выборы. Я уж не говорю, что там явка была никакая. Приносим мы ролик. Молодая наша кандидата, учительница, нам его заворачивает. Знаешь, на каком основании? Вот у вас там, мы видим учебники, у вас разрешение авторов учебников есть, чтобы их учебники попали в кадр. И ролик этот не пошел. То есть, не дает ничего никак вести агитацию абсолютно. То есть, вот по таким глупым придиркам снимают ролики с эфира. Снимают нашу агитацию. Поэтому осенью все будет то же самое. Кого надо зарегистрировать на выборы губернатора, того зарегистрируй. Тот пройдет муниципальный фильтр. Кого не надо, тот будет отсеян. То же самое, та же самая ситуация будет и с выборами в парламенте. Поэтому жаль, конечно, что мы маленько припозднились. Если бы данный закон был принят уже сейчас, то осенние выборы прошли бы или не прошли бы с учетом вот этого нововведения. И тогда бы, в конце концов, уже люди реально могли повлиять на формирование. А вы когда ожидаете принятия ваших поправок? Или не принятия? Ну, по регламенту в течение месяца должны уже рассмотреть. Понятно. Спасибо. С нами был Сергей Иванов, заместитель председателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству. Мы говорим об инициативе, собственно, Сергея Иванова поднять порог явки избирателей до 50%. Сейчас такого порога нет. И мы сейчас будем продолжать обсуждать эту тему с политологом, директором Центра политологических исследований Финансового университета Павлом Саллиным. Павел, добрый вечер. Добрый вечер. Вот только что Сергей Иванов говорил о том, что 50% это тот самый уровень, когда, ну, собственно, вот решение большинства. Я боюсь, что 50% мало где кто, избиратели придут на каких-то участках, в каких-то регионах, как вы полагаете. А можно уточнить, просто я не совсем понял, инициатива Иванова. 50% на выборах всех уровней? По мнению, да, да, нет, 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 на выборах всех уровней. Ну вот 50%, сейчас средняя явка там 30-40. Как? То есть получается, что все время придется жить в состоянии перманентной избирательной кампании? Ну, это действительно так. Просто я здесь вижу два варианта, два сценария, по которым развиваются события. Первый сценарий, если действительно это инициатива ЛТПР самостоятельная, то, мне кажется, таким образом партия пытается спасти свои председающие позиции, потому что у нас, вот если смотреть на тактику власти, которая она и раньше использовала, но особенно делает ставку в последний год. Это, наоборот, если особенно брать муниципальные выборы, но и региональные тоже, ставка на минимизацию явки электората тем, чтобы удельный вес голосующих за кандидата от власти, он был больше. Чтобы те бюджетники, которые загоняют и все прочее, их голос был более весомым. Если посмотреть на выборы, допустим, мэров каких-то, там Красноярск, Умска, там результат просто в абсолютных, в относительных, точнее, показателях просто шикарный для кандидатов от власти. А в относительности, с учетом Яси, он смотрится весьма и весьма блеково. Поэтому, мне кажется, ЛТПР здесь пытается, потому что власть делает так, что на выборы приходят в основном ее избиратели. А избиратель ЛТПР, он отличается политической пассивностью. А если ввести вот эту вот планку, ну, уровень 50%, я действительно кажется, не реальным. Павел, но политической пассивностью сейчас отличается большинство избирателей наших. Абсолютно большинство. Ну, поэтому власть делает так, чтобы приходили тоже ее пассивные избиратели, но она имеет на них рычаги административного воздействия. Поэтому она их сгоняет. А другие партии, в большинстве случаев, если не находятся там у власти на местном уровне, они не имеют такой возможности. И ЛТПР пытается сделать так, чтобы при введении вот этого порога Яси, власть, сгоняя избирателей, сгоняла и избирателей ЛТПР в том числе. То есть, чтобы она, власть, работала в том числе и на ЛТПР. У меня вот такое объяснение позиции. Ну, плюс, единственное, что меня настораживает, ЛТПР часто иногда озвучивает позицию власти, которую не может или не хочет озвучивать «Единая Россия». И когда в этом случае что получается? Ну, в этом случае вот был доклад Института Дмитрия Бадовского, который ведет тем, что, естественно, связан с администрацией президента прошлой осенью. Они тоже предлагают вернуть порог Яси, только не 50%, а 35%. Иначе власть, она представляет, что легитимность ее снижается, и поэтому необходимо, особенно на местном уровне, на федеральном, этим будет заниматься администрация президента, это ее головная боль. Вот необходимо на местном уровне заставить местные власти и региональные власти делать так, чтобы при максимальной или хотя бы вот такой средней яйцке обеспечивать достойный результат кандидатам. Потому что это будет головная боль не администрации президента, а губернатора и местных органов власти. То есть, чтобы кандидат обладал легитимностью и не говорили о том, что его там избрали 15% выбирателей, как это было там на недавних выборах. Понятно. Павел, а вам не кажется, что люди перестают ходить на выборы, потому что они просто разочаровались уже? Ну, это да, это большая проблема. У нас кризис наблюдается всей политической системой. Отпадает доверие не только к власти, но и к системной оппозиции, и к несистемной. Потому что, если посмотреть, то у нас в декабре 2011 года был реализован сценарий протестного голосования, когда люди, желая проголосовать против едины России, приходили и голосовали за системную оппозицию. На октябрьских выборах, через год почти, такой сценарий уже не повторился, потому что люди разочаровались в системной оппозиции. И вне системной они разочарованы. Это большая проблема, потому что у нас сейчас наблюдается тотальное отсутствие реальной альтернативы власти. И люди этим разочарованы. Пока это разочарование в основном носит пассивный характер. Но для перехода его в активное состояние достаточно, как выскольких толчков. Вот я этот вопрос Сергею Иванову задавал по поводу единого дня голосования, который осенью будет. Он больших изменений не видит и думает, что выборы эти будут проходить опять под прессом власти. И ныне действующей. Как вы полагаете, что-то изменится? Ну, как сказать. Изменится что-то внутри этой машины по обеспечению необходимого результата. Потому что часто с федерального центра на места идет сигнал, ребятки, вы обеспечите нам приличный процент, приличный процент кандидатам от власти, но при этом вот не беспредельничайте, не давите. А дальше уже сами местные власти должны решать, как они это будут делать. Ну, как правило, вы знаете, недавно, в Удмуртии, по-моему, губернатор, он копирует просто поведение федеральной власти. Там, когда врачи начали бастовать, он заявил, что это делается на деньги американцев. То есть там было объективно недовольство людей, которых просто обманули на деньги, снизили им зарплату. А он списал это на внешнюю силу. То есть он копирует просто поведение, он не пытается решать проблему, он копирует поведение федерального центра, которое тоже еще списывает на внешнюю силу все вот эти политические фруктуации. Спасибо. С нами был Павел Салин, директор Центра политологических исследований финансового университета. Мы говорили об инициативе Сергея Иванова, депутата от ЛДПР, о введении порога явки на выборах для избирателей в 50%. Мы прервемся ненадолго. Общероссийский народный фронт раскритиковал законопроект правительства о дополнительном налоге для дорогих автомобилей. Во фронте решили, что общепринятое понятие роскоши в стране со средней зарплатой по 27 тысяч рублей, явно ниже указанных в проекте 5 миллионов рублей и предложили снизить планку до 3 миллионов. Напомню, что речь идет о как бы составляющей части закона о налогах на роскошь. В данном случае речь идет об автомобилях и правительственные предложения предполагают, что дополнительный налог надо будет платить с автомобилей, стоимость которых превышает 5 миллионов рублей. Соответственно, Общенациональный народный фронт предлагает понизить эту планку до 3 миллионов. У меня, естественно, есть вопрос к вам, к нашим слушателям. Телефон в студии 6510996. Пожалуйста, звоните. Вопрос простой. Поддерживаете ли вы идею введения налога на роскошь? Должен еще сказать, что этот закон, который продвигает Общенациональный народный фронт, он вызвал очень тоже неоднозначную реакцию, потому что совершенно непонятно, как определять вот эту самую роскошь. Либо в ценовом выражении, либо в каком-то другом. Но давайте посмотрим, опять же, на вещи, реально мы все живем в реальном мире. Если, например, какой-то дорогостоящий земельный участок достался кому-то по наследству, то совершенно непонятно, должен этот человек, наследник, платить налог на роскошь или не должен. Если должен, то почему? Он не покупал земельный участок. То же самое с квартирами. То же самое с пенсионерами, которые, скажем, остались одиноки после смерти одного из супругов. Второй должен платить этот налог или не должен. И каков этот налог будет? По-моему, он очень-очень высокий. Об этом мы поговорим сейчас с руководителем отдела политологии фонда Индем Юрием Кругунюком. Юрий Григорьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Как вы оцениваете вот эту инициативу? Ну, по большому счету, как чисто популистскую. Вообще, налог на роскошь, этот закон сам по себе, вообще налог, он требует очень высокого уровня, налогового администрирования, которого у нас в России нет. Поэтому экономический эффект от этого налога, как мне кажется, будет нулевым. И в правительстве это очень хорошо понимают. Ну, а зачем тогда делают? Ну, так это именно популизм. То есть, это чисто популистская акция, которая призвана как-то, так скажем, напомнить о существовании каких-то людей, в частности, относящихся к так называемому общенародному фронту, общероссийскому народному фронту. Или напомнить, или возбудить ненависть к богатым. Ну, понимаете, ненависть к богатым в нашей стране возбуждать специально не надо. Она и так довольно-таки велика. Ну, просто вспоминается анекдот знаменитый, помните, да, про революцию 17-го года и внучка декабриста, да? Дедушка хотел, чтобы не было бедных. Да, 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 разумеется. Ну, тут вот просто, скажем, закон сам по себе, ведь не общероссийский народный фронт первый с этой идеей выступает. Я не помню ни одной партии, которая во время Тумской кампании 2011-го года не выступала бы с требованием вот этого самовведения этого налога на роскошь. Ну, разве что правое дело может быть не выступало. А все остальные носились с ними как списанные торбы. Скажите, но тем не менее, вот с точки зрения как бы социальной справедливости, может быть, действительно имеет смысл такой налог вводить? Ну, понимаете, если вас интересует политический эффект, то есть, чтобы укрепить именно политические позиции, то вот тут ничего удивительного нет, что все у нас партии так с этим законом носятся. Что касается экономического эффекта, то он нулевой. Вот если вам нужна такая справедливость, при которой шуму много, а толку мало, то, конечно, давайте рассмотреться. Спасибо. А с нами был Юрий Каргунюк, руководитель отдела политологии фонда НДМ. У нас есть звонок от слушателей. Сергей, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, здравствуйте. Я так с удовольствием слушаю вашу передачу. Такая тема же в этой песне. Можно я вот выскажу? Пожалуйста, пожалуйста. Вы знаете, во-первых, я хочу сказать, ну, налог на роскошь, это звучит, как в меньшей мере, как фарисейство какое-то. Что такое автомобиль за пять миллионов? Если человек позволил себе купить этот автомобиль, а по Москве их ездят, наверное, процентов 30 автомобилей выше пяти миллионов, зачем облагать его таким налогом? Не легче ли просто спросить, где он взял деньги, если он сумеет доказать, то пусть, если он честно, как Билл Гейтс, заработал их, то пусть он ездит на автомобиле хоть за 50 миллионов. Это его проблемы. Дело в том, что у нас ездят дорогущие автомобили по цене до 10 миллионов, оформлены на Ивана Сидоровича из деревни Запердонска, простите. Да, это правда, абсолютно. Вы спрашивать будете, ребят, поскольку, вот я абсолютно согласен с предыдущим человеком, это все настолько шито белыми нитками, и я вот хочу, это настолько глупо, и я хочу просто добавить, скажите, а вот за два года хоть один закон, который приняла вот Дума, он хоть один реализован? Сергей, ну это отдельный вопрос, мы очень часто у нас в программе это обсуждаем, что законы принимаются и не выполняются. Спасибо вам за звонок и за ваше мнение. К нам присоединяется Антон Сорок, аналитик инвестиционного холдинга Финам. Антон, добрый вечер. Добрый вечер. Как вы полагаете, будет ли ощутимый экономический эффект от этого налога, если вводить вот налог на роскошь? Ну на самом деле мне кажется, что такого заметного эффекта именно на федеральном уровне не будет. Все-таки это закон, который направлен на увеличение собираемости доходной части бюджета для регионов. То есть именно для того, чтобы наполнить региональные бюджеты задумка это и в принципе Слушайте, я сомневаюсь сильно, что где-нибудь на Чукотке есть автомобили за 5 миллионов рублей. Ну то есть наверняка есть может быть у кого-то, но не так много их. Да, их немного, согласен. Да, их действительно немного, и поэтому я действительно согласен с тем, что будет эффект небольшой, действительно небольшой. А вот как быть в других ситуациях? Ну вот, например, получил человек квартиру какую-то дорогостоящую или земельный участок в наследство. Тут как раз у него нет денег платить налог на роскошь, хотя по формальному признаку он подпадает под это дело, чтобы продавать. Да, понимаете, как бы налог на недвижимость, он всегда был, да, то есть даже и тут мы еще... Я согласен с вами, но с одной стороны одно дело... Мы еще про налог на дарение забываем тогда уж, да, если человек получает в дар, то там есть еще налог на дарение, который разовый, да? Да, но вот смотрите, одно дело платить налог за однокомнатную квартиру в Кузьминках и другое дело налог на четырехкомнатную квартиру на Кутузовском. Да. И это вот четырехкомнатная квартира на Кутузовском вполне себе подпадает под роскошную. Да. Но при этом люди, которые вот получили ее в наследство, скажем, там от дедушки досталось, генерала, они совершенно сейчас не имеют возможности платить эти деньги. Ну, смотрите, даже если, ну, вот эта квартира, да, там получается, как, да, там получено в наследство или в подарок или еще как-то, мне кажется, никто не мешает, например, использовать альтернативные виды заработка, да, там, например, ее сдавать, и полученных денег скорее всего хватит для того, чтобы платить годовой налог. А самим-то где жить? Нет, ну, это, а то есть вы имеете в виду именно вариант, когда это именно та квартира, в которой живет, живет человек. Ну, да, это действительно проблема, но этот налог же всегда был, в принципе, и там повышение будет, и, скажем так, если у людей не было денег платить, да, и они бы попадали в эту ситуацию, вот они бы попадали и со старой системы, и с новой. Вопрос просто в размере, да, возникает. Ну, вот я плачу налоги, да, и за, там, недвижимость, и за другое, и если вдруг резко подскочит этот налог, я, честно говоря, не знаю, что делать. Вот я такой среднестатистический российский гражданин. Угу. Ну, в общем, по-моему, этот закон еще очень и очень сырой. Он действительно сырой еще. Он еще, как бы, будет, скажем так, я уверен, будет калиброваться. Ну, посмотрим, посмотрим, что из этого получится. Спасибо, с нами был Антон Сорок, аналитик инвестиционного холдинга Финам. К нам присоединяется слушатель Илья. Илья, здравствуйте, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Ну, что я могу сказать, палатом 6, наши опять очередные выдвигают непонятные законы, которые непонятно для чего исполнять и вообще смысл их не ясен. Потому что в нашей стране при полном отсутствии какой-либо налоговой дисциплины, налог на роскошь, это, знаете, я не знаю, одеть платье прет-а-порте, но при этом до этого три недели не мысленно. То есть сначала надо помыть, а потом уже платье одевать. Поэтому, ну, как-то бесполковать. Потому что у нас очень сильно идет расслоение в нашей стране по регионам. Например, если в Москве квартира однокомнатная, стоит примерно столько-всокая, супер-путро-люксовая квартира где-то в провинции. И как быть тогда? Это опять действительно популистский закон, который направлен на то, чтобы выполнить предвыборное обещание к каким-то хорошим и большим людей. И закон, который направлен на то, чтобы отвести глаз народа на вот... Ну да, те, у кого деньги есть, в общем, в любом случае заплатят. Понимаете, ну да, вот идет, то есть есть тихие законы, как, например, вот штрафы там акцизов, там, да, вот автолюбителей нагибаются ниже и ниже принцесса, которые реально наполняют казну. Те же самые парковки московские, московский закон, платные парковки. А есть законы популистские, но надо что-то громко сказать, чтобы быть ньюсмейкерами имя у нас. Вот, того, кто отдал такое предложение и фронт народный, видите, вот мы сегодня упомянули, так что просто элементарный пиар, как вот у любого шоумена. Спасибо вам, Илья, за звонок. У нас есть еще один слушатель, Сергей, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, вот вы знаете, а я, например, считаю, что, почему бы и нет, почему бы не ввести такой налог? Я, например, считаю, что он нужен. Другое дело, что, если пойти по пути, что вот мы сейчас сделаем какой-то один документ, примем один закон и все решится, то так не будет. А если подойти комплексно к этой проблеме, то, по-моему, все это решается. Тот же налог с продаж, чем это не налог на роскошь. Дарение и наследство, там тоже есть способы, как это все сделать. Можно привязать квадратным метром к социальным нормам, да, можно привязать к времени владения. Если квартира, допустим, вы владеете и уже там получили ее и она там наследство больше 20 лет от дедушки генерала, то стандартная схема, а если вы ее получили вот там, непонятно, откуда у вашего дедушки взялась эта шикарная квартира там, да, там 100 метров на Кутузовском проспекте, если о Москве говорить, то здесь уже совсем другой должен быть Но если я вас правильно понимаю, то надо сначала уточнить вообще, что такое роскошь и сделать определение. Там нисколько, ну, можно и так сказать, что да, уточнить, но нисколько уточнить, сколько сделать градацию, привязать к чему-то, я же говорю, квартира 100 метров, это роскошь или нет? Если живет один человек, то тут возникают вопросы, а если в этой квартире живет 5 человек? Это с одной стороны, а с другой стороны, даже если это один человек, но это вдова того самого дедушки генерала, и у нее пенсия, хоть и генеральская большая, но все равно ее не хватит, чтобы заплатить этот налог. Давайте посмотрим период владения, можно ввести такой термин. Сколько она уже живет, эта вдова, в этой квартире? 10 лет? 15-20? К ней вообще никаких проблем. А если она ее только приобрела или якобы ей только подарили, то здесь нужно думать. То есть, в принципе, вопросы решаемые, но решаемые, я считаю, комплексно, не одним законом, не так, к сожалению, как делает наша Дума, ради популистского решения что-то принимает, быстро отчитывается о том, что закон принят, а практика его применения, ее, либо ее нету, либо она абсолютно не продумана. Спасибо вам за звонок, с нами был Сергей, наш слушатель. Мы говорили о налоге на роскошь, мы ненадолго прервемся. Министерство финансов выступило с сенсационной идеей обязать всех граждан вести налоговый учет, докладывать о своем имуществе чиновникам, самому себе начислять налоги, а также нести наказание в случае ошибок. Глава ведомства Антон Силуанов признался, что чиновники не могут собрать достоверные данные о владельцах, облагаемой налогами собственности. Инициатива Минфина вернет налоговую систему очереди и коррупцию, а также позволит владельцам неучтенной недвижимости уклониться от налогов. У меня, естественно, в этой связи есть вопрос к вам, к нашим слушателям. Телефон в студии 6510996. Пожалуйста, звоните вопрос, как вы оцениваете идею самоинформирования налоговых органов. Вот такое слово теперь появляется у нас в обиходе. На самом деле, такая история уже происходит. Опять же, на личном опыте могу вам честно сказать, что уже в прошлом году, когда я получал налоговые уведомления, в них черным по белому было сказано, если вы приобрели какое-то имущество, которое подлежит налогообложению, пожалуйста, сообщите нам об этом. К нам присоединяется Игорь Пастухов, адвокат, советник юридической фирмы ЮСТ, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества. Игорь Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Как вы полагаете, вот это заявление министра финансов означает, что министерство и фискальные органы не в состоянии выполнить свои прямые обязанности? Ну, я думаю, что именно это такое заявление и должно означать. Ну, а так... Тогда зачем мы их кормим, простите? Ну, этот вопрос с очевидностью напрашивается. Причем, ну, если налоговые органы не в состоянии сейчас разобраться в передаче информации между одним госаппаратом, который располагает базой информационной и другой госаппарат, то как они будут сравнять, как они предполагают себе, представляют себе вообще возможность разобраться в потоке бумаг, которые будут направляться по их представлениям отдельными гражданами, заполняемых человеком, так как он их понимает, а вовсе не в машиночитаемом виде. Евгений Николаевич, а как же электронное правительство-то наше, любимое? Ну, вот это явная демонстрация того, что механизм электронного правительства пока у нас только идеал, и к нему мы семи мильными шагами не двигаемся. Мне такой подход совершенно непонятен. Недвижимость, которая подлежит обложению налогом, она регистрируется, автомобили регистрируется. Когда катастрофа оценка автомобилей уже о них не говорим. Ну, я вообще с ужасом себе представляю историю, если вдруг вот эта инициатива будет реализована, у нас столько владельцев автомобилей 40 миллионов. Это будет чудовищно, если эти люди придут в налоговую инспекцию в определенные сроки, чтобы подавать данные и платить налоги. Даже если они не придут, а просто пришлют бумаги в налоговую инспекцию, это ну, я извиняюсь, физически такой объем бумаг где хранить, кроме всего прочего, да? Очевидно, общая тенденция развития государственных структур, переход на электронные документы, оборот. Игорь Николаевич, предложение возврата к бумагам. Да, вот как юриста, скажите, пожалуйста, идея, что люди сами себе будут начислять налоги и платить, а потом еще нести ответственность, если ты ошибся. Дело в том, что идея сам себе платить, то есть, сам по себе концепт начислять себе налоги, она в теории, что называется, не противоречит. В принципе, в мире существует два типа уплаты налогов. Исчисление самостоятельно платильщикам и исчисление налоговым органам, а уплата самим платильщикам по документу, поступившему от налоговиков. Но, надо сказать, что в подавляющем большинстве государств именно эти виды налогов, они традиционно как раз начисляются именно с искальными службами. Но это, по-моему, вот так в Соединенных Штатах. Задача человека в подавляющем большинстве государств. Даже более того, я могу сказать, что, скажем, законы МРФ, знаете такие? Да, конечно. Наверняка слышали. У него есть один из таких забавных законов, закон Нижнего Ящика. Он как раз на примере налогового инспектора рассчитывает с какой-то очередностью надо и периодичностью направлять дополнительные бумаги налоговому инспектору, который рассчитывает налог, чтобы он расчет это сделан как можно позже. Но это понятно, что это юноистическая реакция на то, что существует. Повторюсь, в подавляющем большинстве государств эти виды налогов, они именно начисляются фискальными фискальными службами. Игорь Николаевич, но согласитесь, что люди, которые платят в тех же штатах налоги таким образом, они с детства к этому готовятся. Их обучают этому, говорят, что это вот так у нас заведено. Это традиция. Если нас сейчас попытаться перевести... На самом деле с детства, конечно... Ну, не с детства хорошо. Не совсем правильно. люди понимают, что они именно по такой системе будут жить. Вот если сейчас попытаться ввести это у нас, ну, там каждого второго можно будет к ответственности привлекать. Просто финансовая безграмотность элементарной населения. Понятно. Ну, вообще надо сказать про Соединенные Штаты конкретные. Я в свое время служил в Малоговой полиции, стартовал ее и ликвидировал потом. Так вот, одно из ярких воспоминаний от общения с американскими коллегами это тезис о том, что первое поколение налоговых инспекторов в Соединенных Штатах полностью погибло на честь не смертью. Никто из них до собственной смерти не дожил. США вводили налог в конце 19-го, налогообложение, о котором мы говорим, с конца 19-го века и к сегодняшнему дню они имеют то, что имеют. Все-таки это, с другой стороны, с одной стороны не такой большой срок, как у нас в Российской империи. Все-таки налоги в Российской империи раньше взастрелились. Ну и на минуточку Соединенных Штатов существует 200 с небольшим лет. Я про это и говорю. Они позже начали, но у них почему-то лучше получается. Может, ну, для меня, например, очевидно, именно потому, что за деятельностью госаппарата граждане считают правильным присматривать и критиковать и добиваться, чтобы они изменяли что-то, если у них не получается. А у нас выходит, что вот у них не получается, давайте переложим эти обязанности на граждан. Да, интересная позиция. Ну, такая позиция, я считаю, абсолютно уверенно, потому что это неприемлемо. У меня позиция, это не направление для развития госаппарата, ни в каких условиях, тем более современно. Спасибо. С нами был Игорь Пастухов, адвокат, советник юридической фирмы ЮС, член Совета по президенту России по развитию гражданского общества. У нас есть звонок. Сергей, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я тоже непосредственно занимаюсь консультированием в области налогообложения, занимаюсь регистрацией бизнеса и так далее. Ну, что мне, честно говоря, не смешно комментировать такие вещи, если говорить о том, что это грустно. Следующий, если исходить в этой логике, следующий, и как будет такое. Если вы нарушили закон, пожалуйста. То сами придите и на себя настучите. Сами придите, да, отмесьте, вот сколько, сколько вам нужно, там 15 суток, 3 года, 4, и просто идите в тюрьму. Ну, это опять же американская история. У них в одном из штатов, сейчас не вспомню, в каком, не буду врать, существует закон, если вы не уведомили власти, что собираетесь совершить правонарушение, то когда вас поймают, это будет отвечающим обстоятельством. То есть, человек должен прийти в полицию к шерифу и сказать, шериф, значит, я там через 2 дня буду бан грабить, имею в виду. Ну, в данном случае, это еще хоть какая-то, здесь есть хоть какая-то логика. Почему это происходит, на самом деле? Дело в том, что Россия, в данной ситуации, государство, и население, они параллельно действуют, они практически не связаны, в значительной степени не связаны. И поэтому государство говорит, вы знаете, мы вот заняты своим делом, а чтобы как-то дело-то делалось какое-то, вы тоже участвуйте, со своей стороной там делайте что-нибудь, потому что мы не можем выполнять свои функции, потому что мы знаем это тем, что нам нужно приставить деньги. Спасибо вам за звонок, ваше мнение нам понятно. К нам присоединяется Алексей Кончин, руководитель практики в Московской коллегии адвокатов Олегисгрупп. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. Вот обсуждаем, как вы понимаете, заявление министра финансов о том, что люди сами себе должны начислять налоги, и фактически его признание в том, что налоговая инспекция не обладает всей полнотой информации относительно имущества, которые находятся во владении граждан. Почему просто регистрация не может передать свою базу данных? Я не понимаю этого. Ну, я тоже не понимаю, на самом деле. Мне вообще цель такого заявления, она совершенно непонятна. Может быть, какие-то искажения прошли с точки зрения подачи материала или еще что-то, но если цель именно та, чтобы возложить обязанность исчисления вот этих поимущественных налогов на граждан, ну, это какой-то откат назад, на самом деле, с точки зрения налогового администрирования, потому что все последние годы мы последовательно шли к тому, чтобы граждан максимально освободить от исчисления налогов и сделать так, чтобы они просто-напросто уведомлялись о том, что им необходимо уплачивать, и соблюдали. Вот, Алексей, я уже рассказывал сейчас в эфире, я в прошлом году получил несколько налоговых уведомлений там на разные виды собственности, и в нем, в налоговом этом уведомлении черным по белому написано, если вы что-то приобрели, у вас как-то там что-то изменилось, вы нам сообщите, пожалуйста, насколько это законно. То есть я должен, это я должен прийти и сказать, ребята, вот у меня такая собственность, и вот, пожалуйста, значит, берите с меня налоги. Ну, здесь вообще будет большая-большая путаница. Почему? Потому что не каждое имущество, не все имущество подлежит налогообложению. Отлежит налогообложение в основном то, что регистрируется. В этом и есть особенность. наша налоговая система. Раньше было, была такая ситуация, когда там и те вещи, те приобретения, которые делались, они должны были как-то там регистрироваться и должны были удерживать и уплачивать налоги и граждане. Сейчас от этого отошли, потому что это ну реально бесполезно и неконтролируемо. Сейчас вопрос достаточно грамотно пропитан, сделан в налоговом кодексе, что... Практика показывает, что люди, которые продали машину, бог знает, когда, все равно получают налоговые уведомления на нее. Но это как бы все равно вот эти огрехи, они были и будут, да, их надо исправлять, но все равно это не значит, что гражданин должен сам исчислять этот налог с этого транспортного следствия. Он на самом-то деле и не знает с точки зрения закона, когда он там продал, когда у него наступила обязанность уплаты, а когда она у него прекратилась. Он, может быть, и должен это знать, ну, по идее, конечно, должен, но наш налоговый кодекс четко говорит, что пока ты не получил налоговое уведомление на уплату налога, ты не обязан ничего уплачивать. Совершенно грамотный ход. Совершенно, ну, спасибо. Спасибо. С нами был Алексей Кончин, руководитель практики в Московской коллегии адвокатов Легисгрупп. Мы говорили бы о инициативе неожиданной Министерства финансов о том, чтобы обязать всех граждан вести налоговый учет, докладывать о своем имуществе чиновникам, самому себе начислять налоги, а также вести наказание в случае ошибок. Инициатива достаточно спорная. Как вы слышали, эксперты не очень понимают, как это все будет реализовано. Ну, посмотрим, что из этого получится. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Хороших вам выходных и хорошего лета. Не болейте. Субтитры создавал DimaTorzok